Всем привет, ребята, меня зовут Богати ищи Ди, добро пожаловать в новое видео. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подает в суд на криптовалютную биржу Kraken за то, что по мнению комиссии, программа стейкинга Kraken по факту оказывается предложениями продажей ценных бумаг. Такое сообщение опубликовал у себя в Твиттере председатель комиссии Гэри Гэнслер. Биткоин после этого упал на 2000 долларов. Что же происходит? Причем здесь эфириум и как это отобразится на криптоиндустрии? Давай разберемся, но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк. На прошлом видео вы показали какую-то нереальную активность, тысяча комментариев и практически 3,5 тысячи лайков. Честно скажу, я просто в шоке. Давай на этом видео тоже наберем 3 тысячи лайков. Большое спасибо за поддержку. Директор Coinbase заявил, что комиссия по ценным бумагам и биржам США по слухам может запретить стейкинг криптовалют для розничных инвесторов. И это будет очень плохо. Это будет иметь большие последствия для принятия криптовалюты в США. Вот что пишет гендиректор Coinbase у себя в Твиттере. Ходят слухи, что SEC хотела бы избавиться от стейкинга криптовалюты в США для розничных инвесторов. И я надеюсь, что это не так, поскольку я считаю, что это был бы ужасный путь для США, если бы это произошло. Знаешь, почему это ужасный путь? Потому что комиссия говорит о запрете стейкинга не для всех, а только для обычных розничных инвесторов. США говорит о запрете криптостейкинга для розницы. Ларк Дэвис говорит, что это первый шаг на пути к образованию фонда BlackRock Ethereum. Ты понимаешь, о чем он говорит? Эфир перешел на Proof of Stake. Стейкинг теперь это то, что управляет сетью Эфириума. Это фактически валидатор сети Эфириума. Если в США будет запрещен стейкинг для розничных инвесторов, то валидаторами сети Эфириума могут стать только крупные компании, которые начнут его стейкать. Это BlackRock, Google, Microsoft, Apple и так далее. То есть компании Web 2.0. Похоже, что компании Web 2.0 стремятся контролировать то, что приходит на смену. Web 3.0. Именно так это выглядит в моих глазах. Но я могу ошибаться. Стейкинг действительно важная инновация в криптовалюте, продолжает Брайан Армстронг. Она позволяет пользователям напрямую участвовать в работе открытых криптосетей. Стейкинг приносит много положительных улучшений в пространство, включая масштабируемость, повышенную безопасность и, наконец, сокращение выбросов углекислого газа при работе блокчейна, что в свете климатической повестки очень-очень неплохо. При этом стейкинг не является ценной бумагой, сообщает Брайан, ссылаясь на свой блог в качестве доказательства. Мы должны убедиться, что новые технологии поощряются в США, они сдерживаются отсутствием четких правил. Когда дело доходит до финансовых услуг и Web 3.0, создание этих возможностей в США является вопросом национальной безопасности. При этом насильное регулирование не работает. Это, наоборот, побуждает компании выезжать из США и вести свой бизнес за границей. Брайан заканчивает свое обращение следующими словами. Надеюсь, мы сможем работать вместе, чтобы опубликовать четкие правила для отрасли, найти разумные решения, которые и защитят потребителей, и сохранят при этом инновации и интересы национальной безопасности в США. Очень справедливое публичное заявление, не так ли? Если ты хочешь удерживать инновации и деньги внутри США, то действия комиссии по ценным бумагам и биржам США действительно угрожают этому. Угрожают национальной безопасности США. Но знаешь, что интересно? Пока в США начинают запрещать стейкинг, а это уже происходит, это уже не слухи. Такие сервисы, как децентрализованный стейкинг Lido Finance, внезапно начали взрываться. Вот такой интересный эффект. Возможно, так оно и будет в будущем в США. Стейкать криптовалюту будет разрешено только институциональным инвесторам и крупным компаниям, а розничные инвесторы будут стейкать ее через такие децентрализованные протоколы, как Lido Finance. Итак, криптовалютная биржа Kraken по требованию ИСЕК уже закрыла свой стейкинг и выплатит 30 миллионов долларов штрафа. На этом фоне создатель Cardano, Чарльз Хоскинсон, уже начинает говорить о том, что это событие может принести проблемы и для эфириума. Вот что он сказал. Стейкинг эфириума проблематичен. Он выглядит как ценная бумага или регулируемый продукт, потому что фактически вы отдаете свои эфиры кому-то, чтобы получать от них прибыль. Не очень хорошо. Похоже, что Чарльз намекает нам на то, что СЕК может прийти и за эфиром. Кстати, интересно, что биржа Kraken уже заявила, что все активы, которые пользователи стейкают на этой бирже, будут автоматически выведены из стейкинга. Все, кроме эфириума. Так как монеты эфира не могут быть выведены из стейкинга без обновления Шанхай, которого еще не было. Вот это уже действительно похоже на то, о чем говорит Чарльз Хоскинсон. Kraken заплатит 30 миллионов долларов штрафа и закроет стейкинг. Но кроме этого у биржи в тот же день появился и новый иск уже от налоговой инспекции США. Налоговое управление стремится получить всю информацию, в том числе и о пользователях Kraken, которые стейкали криптовалюту. Фактически мы наблюдаем за тем, как в США отбирает источник пассивного дохода у розничного инвестора и заодно пытается найти данные об этом розничном инвесторе, чтобы обложить его налогами. Вот такая забота регуляторов о розничных инвесторах. Но дальше еще интереснее. Журналист Fox News написала вчера, «Мои источники говорят о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США проведет закрытую встречу. И возможно это будет связано с урегулированием дела биржи Kraken. Может быть что-то еще. Увидим». И этот журналист в итоге оказался прав. Вчера действительно была закрытая встреча комиссии по ценным бумагам и биржам США. Его источник не солгал. Но знаешь о чем он сейчас говорит? Что Гэри Гэнслер не объявил все то, что он хотел объявить. И он хочет сделать это на следующей неделе. Так что это еще не конец. Дополнительные меры будут предприняты комиссией. Источник сообщает, биржи и эмитенты стейблкоинов получат так называемые «Wealth Notice» от SEC. Источник упомянул, например, Секл, компанию, которая выпускает USDC, и Паксос, компанию, которая выпускает USDP и Binance USD. На минуточку. Что такое Wealth Notice? Это такое письмо от SEC с уведомлением о нарушении законов США и необходимости применения к нарушителю принудительных мер. Так вот, этот источник, похоже, тоже оказывается прав. Ведь мы уже видим то, что регулятор Нью-Йорка запускает расследование по отношению к Паксос, компании, которая в том числе выпускает из стейблкоин Binance USD. Короче говоря, Гэри Гэнслер фактически говорит нам о том, что «я поставлю криптовалюты на колени». Цитата из его интервью. «Криптовалютные биржи в целом не соблюдают правила комиссии по ценным бумагам и биржам США». Но есть три хороших новости. Целых три, ребята. Первая. Республиканцы начинают войну против Гэри Гэнслера. Поскольку Гэри Гэнслер не будет соблюдать свои собственные правила, республиканская партия привлечет его к ответственности. Сегодня, как и было обещано, наша борьба против SEC начинается с запроса документов, касающихся их взаимодействия с биржей FTX и ее бывшим генеральным директором Сэмом Бэнкманом. Вторая хорошая новость. Coinbase говорит, что произошедшее с Кракеном не повторится по отношению к ним и их программе стейкинга, потому что они собираются не выполнять требования SEC, а воевать с комиссией до конца, как Риппл. И, наконец, третья хорошая новость. Это никак не заденет биткоин. Потому что даже сама комиссия по ценным бумагам и биржам США заявила, что биткоин – это одна из немногих криптовалют, которая не является ценной бумагой, а является таким же товаром, как сталь, нефть, бетон, пшеница, серебро или золото. Биткоин – это высокоспекулятивный актив, о котором мы знаем уже длительное время. Точно так же, как и тысячи других криптовалют. Многие из них используются инвесторами только для того, чтобы получить от них какой-то доход. Поэтому многие из этих криптовалют по факту являются ничем иным, как ценными бумагами. Криптовалюты имеют многие признаки ценных бумаг. Но биткоин – это, наверное, единственная криптовалюта, которую и я, и мои предшественники называют товаром. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейщий Ди. Если видео было интересным, не забудь поставить лайк. Это поможет его продвижению. Ну а мы с тобой увидимся в новых видео совсем скоро. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok